Здравствуйте, это Открытая Кухня. Мягкий и воздушный тыквенный кекс – аппетитное и простое в приготовлении лакомства. И, что важно, из очень доступных продуктов. Именно этот десерт сегодня приготовим вместе с кондитером Анастасией Веретельниковой. Дети чаще всего страдают лорзаболеваниями. Пугают они и взрослых, которые обычно стараются подавить симптомы любыми средствами, не решая при этом причины недуга. В чем опасность самолечения гайморитов и отитов, использование сосудосуживающих препаратов для носа и ватных палочек для ушей, расскажет врач-эндоскопист, лор-врач Илья Широков. Сегодня мы покажем еще один уникальный способ сделать из тыквы вкусно. Это главный ингредиент нашего десерта, правильно? Да. Расскажи, что мы готовим. Сегодня приготовим такой прям осенний, ароматный, насыщенный тыквенный кекс. Ну вообще он на все сезоны, просто почему-то кажется, что... Ну потому что созревает и много блюд именно осенью из тыквы, а вообще это рецепт на все сезоны. Начинаем. Для начала мы подготовим все для теста. Нам понадобится сок одного апельсина. Можно цедру снять, но так как я подготовила цукаты, то мы добавим цукаты. Ну вот, пока порезаю цукаты мелко. Мелко, да? Да. Ну вообще я не выкидываю никогда кожурки от апельсинов. Настя, смотри, насколько мелко. Прям еще наполовинку, да, наверное? Отлично. Пойдет, да? Просто я люблю, когда цукаты, вот они, знаешь, ощущаются. Они аромат дадут и вкус. Да, ну это правда очень вкусно. Вот с тыквой прям апельсины подчеркнут. Вообще тыква частая составляющая десертов? Вот как, если в процентном содержании? Или это уже просто сами кондитеры придумывают, как бы ее тоже применить? Ну мне вообще кажется, что даже вот в моей семье, благо, мама меня приучила, а вот что бабушка, что папа считает, что тыква это вообще не еда. Слушай, ну у меня тоже муж так говорит. Когда мне кто-нибудь отдает тыкву, он первый раз сказал, что сразу выкидывать будем или как. Я говорю, подожди, теперь я почти каждый день готовлю тыквенный суп и уже вынуждена покупать в магазине. Тыквенные кашки и еще остальное. Ну тыквенные кашки меньше, но вот этот вот желтенький супчик, который просят мои дети, обожаю просто. Добавьте туда еще сухариков. Сами сделайте. Так причем его и с морепродуктами, и на кокосовом молоке. То есть столько. Такой универсальный, ну назовем это овощ, ну знаешь, какой-то такой посредине и овощ, как будто даже и фрукт. Потому что сейчас мы будем тыкву использовать в десерте. Я добавлю сразу сюда мед. И нужно это будет нам подтопить. Подтопить это мы в микроволновке, да? Да, чтобы было тепло. Насколько? Вот здесь же важно не перегреть еще. Вообще нужно для кекса самое главное, это чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. На жидкости можно подогревать до 45 градусов. То есть чтобы у нас не свернулось масло... Секунд 10 хватит? Нет, можно 30 даже спокойно. Ну давай, хорошо, рискуем. Сейчас отправляем в микроволновку на 30 секунд. Все, я понесла. Благослови меня, Настя. Потому что я всегда боюсь, знаешь, что мы что-то передержим. Потому что это хуже, чем не додержать. И так 30 секунд отправляется у нас в микроволновку. Так, дальше мы берем масло. Масло у нас тоже должно быть. Тоже комнатная температура? То есть вот из морозилки достать это не тот вариант? Нет, не тот вариант. Ну мы сейчас начнем у вас масло с сахаром перетирать, и оно будет уже... 4, 3, 2, 1. Можно оставить, не вытаскивать прямо его оттуда. Настя, ну я проверю все-таки. Ничего не сгорело, это уже хорошо. Сейчас мы будем это перетирать с сахаром. Лучше даже взбить. Взбить. Миксер. Сейчас я перемешаю, чтобы у нас тут не было сахарного фонтана. А такой может быть всегда. Перемешиваем. Нам можно разбить яйца сразу же. Куда? Нет, вот сюда. А, просто 3 яйца. И желтки, и белки. Да, все вместе. Но вводить будем по одному. Все вместе, но вводить по одному. Вообще, когда приходит к нам кондитер, я всегда, знаешь, такая... У меня синдром отличницы, потому что кондитер – это математика. Здесь нужно всегда четко, что, когда и сколько. Вообще, да, самое главное – понимать технологию, что, зачем, куда. И, конечно же, обязательно громовку. Это не так, как ты дома пришел. А, положу побольше чуть-чуть пюре. Да, да, да. А потом вытаскиваешь, и у тебя получается не кекс, а каша. А не называй что. Я бы так сказала. Тут можно действительно много-много всего и мимо. Ася, я всех кондитеров спрашиваю, что по математике было. У меня четверка была по математике. Начинаем взбивать. Вот теперь ложечка, да, наверное, нужна? Смотри, я сейчас один прям... А вот так, да? Ага. Логкость рук. Ну вот, чтобы было однородное. Мы по очереди добавили яйца, то есть не все сразу три плюхнули, а один за другим. Да, чтобы все было однородное и не свернулось. Все. Самое главное. Дальше? Дальше мы добавляем... А, еще будем перемешать? Все будем перемешивать, да. Муку и... Я уже сразу, у меня рука тянется к тыкве. Разрыхлитель солью. Разрыхлитель. И специи. А что за специи? Специи я сюда... Вообще, можно добавить в магазине, абсолютно купить простую специю для пряник. То есть прямо она так вызывается. Здесь у меня корица, кардамон, гвоздика и бадьян. То есть все это перемешано. Очень-очень вкусно пахнет. Пахнущие. Вообще, корица прекрасный запах для десертов. И не только. Мне кажется, что меньше тех, кто не любит корицу, нежели тех, кто ее любит. Да, вообще она универсальна. И к яблокам, пожалуйста, и к бананам. То есть спокойно, кто не любит тыкву, можно сделать этот кекс с бананом. Потому что он по консистенции, в принципе, похож на тыкву. То есть не такой жидкий. И сама текстура теста у нас будет подходящая. Ну вот, интересно, люди, конечно, которые не любят тыкву, нужно просто дать попробовать потом финальный результат. Да. И человек сразу скажет, все, класс, всегда теперь делай с тыквой. Так, мы теперь помещаем все это тоже постепенно? Я постепенно. Так, мы будем делать это. чего мы ждем вот сейчас в этой массе то есть она тоже давать довольно такая однородная и теперь вот мы муку да какая осталась сейчас пускаем снова до перемещать до перемешать и можно оперировать тыкву что это означает сделать пюре сделать когда говорит переровать мне кажется что-то что-то из разряда оперировать но мы делаем теперь пюре так просто блендером да то есть я запекла тыкву смазала можно сливочным маслом кокосовым кору в общем что есть дома и на 180 градусов где-то минут 20 но будьте аккуратны когда будете чистить тыкву нужно из лайфхаков поделить на мелкие куски но не сильно вот мел не так не такие конечно же на мел ну довольно мелкие да и потом чистить потому что иначе вы можете порезаться все делаем пюре можно добавить досок нет прям вот этот сок стоит а вот тот самый который нас ждет часа микроволновки нормальная температура все кругу так прям весь поехали это всегда сюрприз уже сейчас получается очень такой однородная заводим до совершенства проверяем проверяйте начальник здесь нужно сделать так что мелких секций не было никаких да чтобы если уж ваша семья есть тот кто с опаской относится к тыкве он когда не понял вообще что там можно конечно и порезать прям мелкими кубиками кто фанат тыквы мне кажется что в пюре это гораздо лучше и особенно для десертов так это точно все благодарна больше не нужно я сразу все перевожу чтобы перемешать было удобно теперь мы должны будем перемешать и разложить по формочкам да и добавим туда орешки орешки и от цуката а цуката все отлично мы перемешиваем пару минут и после рекламы вернемся мягкий и воздушный тыквенный кекс аппетитное и простое в приготовлении лакомства и что важно из очень доступных продуктов именно этот десерт сегодня приготовим вместе с кондитером анастасии веретельниковой ну все мы замешали тесто вот оно должно быть таким жидковатым то есть если вы понимаете что она немножко свернулась давай лайфхак микроволновка но лучше всего конечно подогреть пюре и сок чтобы не изначально а то могут яйца микроволновки свернуть ой тут столько нюансов но в общем все у нас успешно и сейчас мы во время рекламы уже нарезали орешки цукаты кто любит также можно добавить и такие семечки сейчас было похоже на тыквенный суп но это не он так все это выбрасываем любя и нежно нашу общую миску и теперь вот в этом и прелесть этого кекса что там будут встречаться разные твердые до текстуры где-то вот цукаты это прекрасно вообще когда-то потому ты ощущаешь в чем-нибудь печеном и в этом как раз таки есть вся теплота десерта вот слушай я увидела что у тебя орехи да расскажи нам пожалуйста как ты готовишь орехи к тому чтобы они попали орехи обязательно мою потому что хранятся до мою и ставлю сушиться в духовку где-то на 160 150 градусов на минут 15-20 то есть я прям даже их можно замочить все они во первых они дадут но не сухие и ароматные внутри за счет того что подогрелась и выделить чуть-чуть масло орехов да и ажи семечками я и обязательно со специями потому что специи если орехи там еще куда с азербайджана да нам везут то специи могут вообще не понять откуда вести вернемся к специям дачу попозже и вот теперь мы будем выкладывать правильно еще рано у нас вот такие вот будут форм очки нужно выпить его большой форме для быстроты то есть это может быть и большой кекс и маленькие кексики порционно порционно так удобнее просто конечно когда у тебя есть порция тогда точно не будет такого что один съел пол кекса остальные так немножко попробовать так теперь через кондирский пакет мы это все будем так удобнее но в маленькие именно форму обрезаем и теперь по лежит две руки конечно лучше до 2 мая жидковатое тесто ну а вот что на что но на что это скажется вообще как что она жидковато что что поэтому ничего страшного не пришло если же кого-то орешки орешки на дропа с ними вот теперь полностью заполняем но нужно немножечко оставить потому что мы понимаем что тесто она поднимается и чтобы для нас не было сюрпризов после того как мы достались но есть еще такой лайфхак можно наверх поставить противень тогда они будут как кубики то есть вот этой шапки не будет это прям кубик но нам не обязательно это нам можно что-то сверху что-то поднялось винился орешек на прям сверху даже можем еще орешками украсть можно дольки апельсина положить можно держать сукаты если остались заполняем все нас запекать мы будем сколько по времени по времени 20 минут 20 минут 180 градусов где-то минут 10 и потом еще на 160 то есть это все зависит от духовки что для нас будет сигналом к тому что вытаскиваем я проверяю всегда на нож либо на зубочистку здесь тот случай когда мы можем открыть и проверить ничего страшного не будет ничего не упадет это кексы так убираем 180 градусов на 20 минут отправляем после чего наш тыквенный кекс будет готов так а теперь украшение никого не будем обманывать 20 минут ждать мы мы не будем у нас уже есть готовые кексики которые как раз таки мы и будем украшать предлагаю сделать глазурь шоколадную 8 растопим шоколад в микроволновке на сколько 30 секунд спокойно можно 30 но нужно обязательно следить чтобы белый шоколад он может пригореть хорошо я буду следить так ну все готова по моему готова все ничего не сгорело сегодня чашечка более горячая поэтому он сейчас до плавится можно сказать я высыплю пудру всю тоже да мы выступаем она как раз таки будет красителем натуральным натуральным и плюс вкус аромат слушай я вот смотрю на две эти палочки которые для многих вообще волшебные палочки да для многих не имеет никакой разницы они немножечко отличаются вот расскажи что из этого корица вот это нет сейчас просто провал а знаете почему большая часть из нас с вами думают что это корица мне даже вот многие друзья знают что я люблю корицу привозят из разных регионов и в итоге вот сейчас я узнаю сегодня что это не корица значит что это такое это кассия это кассия что такое кассия это подобие корица то есть растения а вот это корица это корицы то есть каждый день пахнет корицей больше и самое что важно если мы переборщим корицу именно кассию то она обладает онкогенным действием вот это на наш организм вот это да поэтому ее можно употреблять но не много он вот сейчас у нас что корица сейчас у нас будет у нас у нас там не здесь а я вексе конечно корица так что знаете как они выглядят самое главное смотрите отличие что корицу мы можем сломать мы не можем сломать маленькая маленькая нас числа мы мы можем слова сломать но все-таки сложно да да у тебя двое детей ты вот так уносишь ты как бы корицу сломаешь и кассию вот так вот разобрались мы с корицей и кассией я думаю сейчас многие сидят и не верят но зачем приходишь в магазин специй и тебе дайте мне корицы беда я дают вот она правда это вот наш наш запах не до известный так ну все мы можем украшать можем украшать украшаем я делаю так кекс окунаю потом он застывает и все можно даже чуть-чуть подморозить его и сливаем ненужное можно я семечками можно даже их прям семечки добавить в шоколад плюс они дадут такую хруст все теперь все остальные до погружаем вот так вот пока не застыл шоколад вот так чтобы чтобы он лично так плюс потеки будут красивые и вот сколько на сколько-то отправляешь мазилку ли я никуда не отправляю вода вот так и стоял за сцены заценят потому что если конечно дома не жутко жарко то да все будет хорошо так и можно украсить можно даже давай дольками покажем как это делается здесь вот щедрая хозяйка здесь не очень пожалела шоколада потому что еще остальное сидят дети это стопроцентно так можно конечно сейчас же сушат вот эти всякие высушенные овощи и сухофрукты да все готовы наши тыквенные кексы с шоколадом с долькой апельсина с семечками со специями не забываем спасибо за них насти верительникова спасибо большое что ты сегодня к нам пришла готовьте с нами готовьте с удовольствием встретимся после рекламы дети чаще всего страдают лор заболеваниями пугают они и взрослых которые обычно стараются подавить симптомы любыми средствами не решая при этом причины недуга в чем опасность самолечения гайморитов и отитов использование сосудосуживающих препаратов для носа и ватных палочек для ушей расскажет врач эндоскопист лор врач илья широков илья здравствуйте здравствуйте насколько страшен насморк расскажите все зависит от ситуации если мы говорим о естественном физиологическом процессе то есть слизистая оболочка в норме у нас продуцирует слизь которая выполняет ряд функций в организме то есть защитную эвакуаторную и так далее то есть если мы говорим об этом в этой ситуации что периодически человек сморкается сопли прозрачные никаких признаков бактериальной контаминации нет то тогда насморк не страшен бактериальная контаминация так про бактериальная контаминация это значит что воспалительный процесс да если имеет место воспалительный процесс что имеет совсем другую клинику нежели то есть мы не называем это уже насморком мы называем это слизистой гнойной отделяемой из полости носа и в таком в такой ситуации да это страшно относительно страшно то есть это повод к тому чтобы обратиться к врачу вот а обычный насморк он может быть как просто мы меняем температуру вдыхаемого воздуха то есть переходя из помещения в на улицу или наоборот слизистая оболочка реагирует таким образом что может появиться проявляться прозрачное слизистое отделяемое которое именуется нам заболевание aller у детей и взрослых они это отличаются заболевание rare у взрослых детей отличается отличается но для детей для детского возраста характерны характер ability патологии которые не характерны для взрослого организма к этим К патологиям относятся гипертрофия носоглоточной миндалины и воспаление носоглоточной миндалины, аденоидит, чего у взрослых не бывает, потому как инволюция наступает еще в детском возрасте. Инволюция, значит, полностью носоглоточная миндалина уменьшает в своем объеме и остается в небольшом количестве, что не приносит неудобств во взрослом состоянии. Да, отличается. Также у детей чаще, чем у взрослых, мы можем встретить патологию среднего уха, средний айтид. Экстудативный айтид тоже характерен для детей, для детского возраста. Но и болевой синдром, наверное, у них больше, да? Болевой синдром вы имеете в виду? Ну, то есть вообще в целом, то есть лорзаболевания для них, они проблемнее. Люди взрослые могут справляться с этим болевым синдромом, а дети нет, и поэтому накладывается много всего. Ну, да, но тут еще надо смотреть, что взрослый человек, он все-таки уже психологически развит, да? То есть более-менее, если говорить о нервной системе, о в целом комплексе человека, взрослый человек более приспособен, так скажем, терпеть боль. Чего для детей не характерно, дети реагируют, то есть их нервная система реагирует несколько иначе, то есть может по пути гипервозбуждения, да, то есть общее, так скажем, общее состояние организма ребенка, то есть ребенок капризен, капризничает, плачет, то есть чего для взрослого человека не характерно, да? То есть взрослый человек может терпеть это состояние. Забрызгал сосудосуживающим и пошел на работу. Да, у человека мотивация, то есть поход на работу, то есть он более мотивирован и порой пренебрегает вот этими симптомами, чего дети не делают. То есть если детям плохо, реально плохо, то детям плохо, они об этом говорят и показывают. Синусит, чем он опасен? Синусит, опять-таки, если говорить, синусит разный бывает. Бывает отечеонокатаральный риносинусит, бывает абструктивный гнойный риносинусит. То есть если мы говорим о отечеонокатаральном риносинусите, то есть когда у человека имеет место обычный ренит, то есть заложен нос, нос не дышит, то есть воспалительный процесс в полости носа имеет место быть, то, соответственно, то же самое испытывает слизистая оболочка полости синусов. Она также отекает, и в данном случае мы можем говорить, что у человека имеет место быть отечеонокатаральный риносинусит. Данный риносинусит, конечно, безусловно, может перейти в гнойный, и уже гнойный риносинусит, опасен тем, что, во-первых, могут развиться пароорбитальные осложнения, это воспалительный процесс клетчатки около глаза. Также это состояние, ну, то есть риск септицемии, да, то есть септические состояния, то есть представьте, в полости пазухи находится гной, да, и который не эвакуируется вследствие того, что соустья вследствие отёка закрыт. Ну, то есть просто нет возможности выйти всему тому, что скопилось там, и воспаляется. Он там накапливается, воспаляется, человек себя, соответственно, чувствует очень плохо, это проявляется повышением температуры тела до 39 градусов, это невыносимая боль в проекции синусов верхнечелюстных, верхнечелюстных пазух. Вот вы говорите про гайморит, правильно? Да, я говорю про гайморит. Таким вот, да, нашим обыденным языком, то есть вот это как раз-таки гайморит. Когда ты наклоняешься, я вот помню ощущение такое у меня было, ты наклоняешься, у тебя болят пазухи, и даже иногда болит голова, всё, то есть не надо бежать. Гайморит – это гайморовые пазухи, и гайморит – это такое узкое определение, то есть это воспалительный процесс верхнечелюстных пазух, то есть гайморовые пазухи, они же верхнечелюстные синусы. Но помимо верхнечелюстных пазух у нас существуют ещё решётки решетчатой кости, у нас есть стобные пазухи, у нас есть основная пазуха, и когда в воспалительный процесс вовлечены вышеперечисленные образования, то мы можем говорить о риносинусите, то есть это более обучённое понятие. Риносинусит. То есть это когда воспалительный процесс распространяется как на слизистую оболочку полости носа, так и на слизистую оболочку околоносовых пазух в целом. Напугайте нас, почему опасно лечить риносинусит самому? Опасно. Во-первых, люди, исходя из моего опыта, из моей практики, люди достаточно часто допускают такую главную ошибку, они начинают греть пазухи, то есть прикладывать тёплые какие-то объекты. Это противопоказано, да? Это может спровоцировать, да, это увеличивает воспалительный процесс, это может спровоцировать развитие пароорбитальных осложнений, о которых я выше уже сказал, да, то есть вовлечение в процесс пароорбитальной клетчатки, поэтому так делать нельзя. Также люди могут допускать ошибки, то есть применять препараты, которые не нужно применять. Начинать антибактериальную терапию там, где её пока не нужно, системную я имею до антибактериальной терапии. То есть самолечением заниматься в этом случае не нужно. Конечно, в большинстве случаев, так как организм – это высокоорганизованная саморегулирующая система, то есть человек так или иначе выздоровеет. Но есть процент того, что организм может не справиться и получить достаточно серьёзные осложнения, которые в последующем приведут человека в стационар госпитализации и длительного выхода из строя, из социума. Сосудосуживающие препараты – это то, чем очень любят пользоваться. Просто в аптеке в свободном доступе, и как только у тебя заложен нос, ты просто идёшь, покупаешь сосудосуживающие. Чем они опасны? Сосудосуживающие препараты в целом опасны тем, что могут привести к зависимости от них. К привыканию, да? Да, к привыканию. Существует на рынке очень много сосудосуживающих препаратов, и я бы рекомендовал, если уж такая необходимость есть, она возникает у каждого человека, и у меня в том числе, я периодически использую сосудосуживающие препараты, потому как, ну, по разным причинам нос не дышит. Вот, и я бы рекомендовал использовать сосудосуживающие препараты, в состав которых входит увлажняющий компонент. То есть не монопрепарат, в котором только лишь, например, ксилометазолин, да, ну, то есть это международное название, это не торговое. А также препараты, в которые входят еще помимо этого основного действующего вещества, увлажняющий компонент, который благоприятно действует на слизистую, а именно, ну, так скажем, отсрочивает момент, когда она начнет страдать. То есть он увлажняет. А как его найти в перечне того, что включено в состав? Они, обычно аптекарь знает. То есть если вы подходите, вы говорите, мне нужен сосудосуживающий препарат с увлажняющим компонентом. Пользоваться можно, но, опять-таки, все должно быть в меру и все должно быть по назначению врача. Когда человек использует сосудосуживающие препараты на протяжении года, каждый день, по несколько раз... А там 7 дней, например, да, нужно? Да, по несколько раз, то тогда нужно обратиться к врачу, да, к лору-врачу. И существует ряд других препаратов, которые направлены на то, чтобы бороться с, как с аллергическим ринитом, и вазомоторным ринитом, так и с зависимостью от сосудосуживающих препаратов. Но, опять-таки, нужно еще держать себя в руках, да. Есть такой период в этом всем процессе, что нужно перетерпеть. Но, опять-таки, нужно, если есть вот эти вот проблемы, обязательно нужно сделать эндоскопическое исследование в глосте носа, носоглотке на предмет того, что, то есть новообразование в виде полипов, либо проблемы, которые связаны с нижними раковинами носа. А часто ли вообще назначают эндоскопическое обследование? Это кто делает? Тоже лор-врач? Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки делает, да, делает лор-врач. Как часто? Ну, у детей чаще, чем у взрослых, в силу того, что у них имеет место гипертрофия носоглоточной миндалины, и у всех детей она есть. И чтобы посмотреть, в каком она состоянии, воочию убедиться, закрывает она устья слуховых труб, либо они свободны, препятствуют ли дыханию или нет, нужно залезть, ну, грубо говоря, залезть эндоскопом в полость носа и оценить визуально ее. То есть детям назначается часто, взрослым реже. У взрослых показания для эндоскопии полости носа и носоглотки несколько отличаются, чем у детей. А вот вы говорили про детей, я вспомнила про аденоиды, которые вы говорили. А правда ли, что они, большинство детей, исчезают? Вот такая вот легенда ходит среди родителей, что не трогай, и они с возрастом. Это не легенда, это так и есть. Поэтому и существует два пути. То есть есть путь консервативного лечения, то есть применение только лишь медикаментозных средств, и путь хирургического лечения. Как правило, два этих пути пересекаются между собой, и один может не привести к хирургии, либо, выполнив хирургию, больше мы не возвращаемся к лечению препаратами. То есть инволюция уменьшения наступает примерно к 7-летнему возрасту уже практически полностью, и объем носоглотки увеличивается, и сама носоглоточная миндалина сокращается в объеме. И для этого мы выполняем эндоскопическое исследование, наблюдаем, оцениваем ее и решаем вопрос, надо ли ее удалять, или еще пока можно подождать, используя специализированный препарат для того, чтобы она уменьшалась в течение времени. Опять же, все это делает врач. То есть самому сказать, а, перерастет лет 8, это вот точно родитель сам не может, конечно же. Нет, конечно, не может. Давайте поговорим про отиты. Насколько частая эта проблема сейчас? Ну, вообще, отитом переболеет 80% детского населения. То есть это по статистике. 80% детского населения плюс-минус один или два эпизода имеют. То есть учитывая, что процент – это частая история, то есть это нормально, ничего страшного в этом нет. Отит – это не первичная проблема, а это уже следствие проблем в полости носа. То есть это состояние, которое развивается на фоне инфекционных, вирусно-бактериальных проблем в носу. То есть мы можем получить осложнение, когда у нас там проблемы с носом, да? Да, особенно в детском возрасте, потому как есть ряд особенностей строения слуховой трубы, которая, собственно, и отвечает у нас за сообщение между полостью среднего уха и полостью носа. То есть у детей она шире, короче, там по-другому немножко расположена. И дети подвержены отиту намного чаще, чем взрослые. А это связано с тем, что дети часто ходят в бассейн и зимой тоже? Вот сейчас просто это довольно модно, чтобы ребенок ходил на плавание, потому что это считается универсальным видом спорта. Чаще всего нет противопоказаний. Плавание – это здорово, и очень хорошо, что люди приводят своих детей на плавание. Это не зависит. То есть нет таких исследований. Ну, то есть что там вода в ушах? Вода в ушах нет. Это не проблема. То есть когда вода попадает в наружный слуховой проход, то есть она не может вызвать средний отит. То есть она попала, там у нас закрыто все барабанной перепонкой. То есть попало, вытекло, все. То есть это вот как раз миф, который не подкреплен правдой? Нет, это, ну, нет. Давайте еще один момент такой довольно спорный. Это ватные палочки, которыми чистят ушки, носик наврожденным, и взрослые тоже. Здесь вот нужно быть осторожным. Почему? Ватные палочки я бы никому не рекомендовал пользоваться, и сам не пользуюсь ватными палочками для гигиенической обработки наружного слухового прохода. По той простой причине, потому что кожа наружного слухового прохода, она очень нежная, очень ранимая, и сами ватные палочки, во-первых, они не стерильны. Они могут на конце содержать там бактерии, там мицелии, грибная. Даже когда ты открываешь. Да, даже когда ты открываешь. Вы можете там обратить мелким текстом написано, что они используют на поверхностях, ну, в ушах, в глазах, и в носу. И тем не менее, это один из самых популярных продуктов, наверное, вот я имею в виду, среди того, чем чистят. Нет, этого делать не нужно. И также мы можем, используя ватные палочки, травмировать наружный слуховой проход, да. То есть травма, микротравматизация является входными воротами, то есть для инфекции. У нас и так на коже живут ряд микроорганизмов, наши сапрофиты, которые живут с нами в мире и согласии. Но при нарушении каких-то барьеров они могут послужить причиной развития наружного отита. Также ватной палочкой мы можем очень хорошо утрамбовать уже имеющуюся серу, да. То есть это не страшно, вы обратитесь к лору-врачу, можно промыть серную пробку, и все, проблема на этом закрыта. Но также ватные палочки раздражают железы. Только когда мы часто пользуемся, мы раздражаем железы, которые вырабатывают серу, и тем самым серы становится еще больше, чем она должна быть в норме. Поэтому ватные палочки я бы никому не стал рекомендовать. А что было рекомендовано? Чем? Существует, во-первых, периодическое посещение лор-врача, то есть с целью диагностики проблем. И есть специальные капли, я думаю, что, наверное, не нужно об этом говорить. Ну, есть специальные, просто врач назначит сам. Давайте вот так. Да, да, врач назначит... Так лучше это у нас людей, которые с наличением занимаются гораздо больше. Да, врач назначит специальные капли, которые используются с целью профилактики образования серных пробок. Они используются, там очень хорошая инструкция, они используются перед душем, то есть за некоторое время, но это уже частности, которые лор-врач на приеме уже пациенту расскажет, объяснит. То есть и детям, и взрослым, правильно? Да, вообще существует такая теория, что вот мизинец – это максимально, что мы можем засунуть себе в наружный слуховой проход. То есть, ну, конечно, там вытер, все обработал, можно салфеточкой, можно турундочку скрутить. Сейчас вот для всех открытием, но не для всех, а для многих. Скручивающими движениями почистить наружный слуховой проход, но палочками не нужно, потому как у меня вот за последнее время было несколько пациентов с тяжелыми грибковыми поражениями кожи наружного слухового прохода, то есть грибковый наружный отит, которым требовалось назначение системной противогрибковой терапии, местной противогрибковой терапии, механическое удаление вот этого содержимого наружного слухового прохода патологического. И люди, вот мужчина страдал этой проблемой, наверное, полгода до того, как обратился ко мне на прием. Потому как, ну, были, было ряд проблем. Ну, в итоге мы справились, все вылечили, он теперь доволен и счастлив. А вот нос у младенцев. Как к этому вы относитесь? Положительно. То есть можно чистить, да, определенными ватными палочками или как? Ну, нос, смотрите, гигиена полости носа, почему мы чистим нос маленьким детям? Потому как они не могут сами сморгаться, да, это, ну, естественно. То есть как чистить? Можно просто взять банальный обычный физраствор. Он продается в ампулах, в пластмассовых, в буфусах так называемые. Либо из него аккуратненько в полость носа закапать, либо при помощи пипетки, либо при помощи шприца аккуратненько в полость носа ввести. Да, ребенок сопротивляется, но куда деваться, нужно делать. И соплеотсосом, либо механическим, да, который мы... Проще всего. Да, убираем, и можно салфеточкой просто протереть. Но опять-таки, нужно ли? То есть все зависит от конкретной ситуации. Ну и сейчас очень модно промывать нос всем и детям, и взрослым солевыми растворами, дезинфицирующими. Что по этому поводу говорят лор-врачи? Дезинфицирующими категорически нельзя промывать полость носа, потому как мы разрушаем нашу, так скажем, микрофлору в полости носа. Ну, мунидет там, получается, местный. Ни в коем случае дезинфицирующими средствами без надобности не нужно. По поводу солевых растворов, это неплохо. То есть гигиена полости носа должна быть, особенно в сезон полиноза, когда есть высокий риск развития аллергического ориенита. Мы тем самым, то есть жидкостью мы просто смываемся с линистой оболочки аллергены, тем самым снижаем концентрацию. Каждый день можно это делать? Каждый день не рекомендуется. Почему? То есть, ну, потому как, еще раз я говорил ранее, да, организм это саморегулирующая система, да, и то есть каждый день не нужно этого делать. То есть если вы, вот, прежде всего, вот, хотел бы обратить внимание на то, что в зимний период времени, когда у нас отопление очень активно работает, нужно использовать увлажнитель воздуха. То есть следить за этим, за микроклиматом в доме, в помещении, где вы находитесь. И это очень важно, потому как микроклимат влияет очень, то есть очень сильно влияет на состояние слизистых оболочек, потому как это первое, что встречается с окружающей средой, вдыхаемый воздух. Он проходит через нос, через рот. То есть это очень важно. И когда нормальный микроклимат, как в комнате, так и в общем, в целом, в городе, да, то необходимость вот в использовании солевых растворов сводится к минимуму. Сейчас, мне кажется, многие очень поняли, что им нужен лор-врач. Расскажите, куда обратиться, если все вышеперечисленное, не пустой звук для тех, кто нас смотрит. Вы можете обратиться в клинику современных технологий. Находится по адресу Шуронова 6, Шуронова 8, Шуронова 8, корпус 3, ну и по номеру телефона записаться на прием. Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Будем здоровы, вам всего доброго. А это была программа «Открытая кухня». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!